Дорогие мои друзья, давайте будем очень глубоко изучать, что это такое. Понимаете, вы все попадаетесь на одной и той же засаде постоянно. Засада очень простая. Если вы считаете, что кто-то делает что-то не так по отношению к вам, то вы никогда судьбу не победите, потому что вы начинаете считать, что он в чём-то виноват, этот человек. Будьте мудрецами, мудрыми людьми. Рассматривайте жизнь с позиции своей судьбы. То есть на вас в последнее время действует вот эта судьба через него. Понимаете? И это пройдёт через 2-3 месяца, закончится всё. Понимаете, человек должен, первое, что он должен чётко понимать, что это действует моя судьба. Как это понимание работает? Это понимание сразу облегчает жизнь. Потому что если я… Вот смотрите, как делает судьба, как она заставляет нас страдать. Человек по факту страдает не от того, что что-то происходит. Он страдает от несправедливости. Понимаете? Вот если ко мне применяется какая-то несправедливость, то в результате я страдаю. Понимаете? Если я начинаю считать кого-то виновным в моей судьбе, это несправедливость. Потому что с этим человеком ты ничего не сделаешь. Всё. Это несправедливость. Это значит, это страдание. Если я… Смотрите, первая стадия победы над судьбой. Я понимаю, что то, что происходит со мной, это моя судьба. Означает объём работы, которую я должен сделать. Потому что есть работа, допустим, на заводе, там или на фирме, да, которые дают деньги, а есть работа над судьбой. Люди в основном не знают, что такая работа бывает. Эта работа – это соединение двух вещей – аскезы и молитвы одновременно. Я сегодня об этом вам буду рассказывать. К чему эта работа приводит? К облегчению. То есть вы страдаете в своём сердце от этого человека. Негодование находится сейчас. Вот. Почему? Потому что вы проиграли судьбе. То есть вы считаете, что он виноват в ваших проблемах. Первая стадия победы над судьбой. Он не виноват не из победы, а приближения к победе даже. Просто возможность побеждать судьбу. Не он виноват в моих проблемах. Это изменение восприятия мира. А моя судьба так действует. Надо это понять. Как только человек это понимает, то сразу же это не его проблема становится, а моя. То есть это мой объём работы. Чтобы человек не вытворял рядом со мной, я не обращаю на это внимание. Это мой объём работы. Что я делаю? Я начинаю совершать аскезу. Есть разные типы аскез для победы над судьбой. В данном случае нужно неподвижное положение тела плюс молитва. Что это аскеза? К чему это приводит аскеза? К тому же, что произошло сегодня. Вы сегодня были с утра на молитве? А чё? Чё делали? Я приехала три часа. А, ну всё, ладно, я понял. Простите. Вот. Посмотрите, если бы вы были с утра сегодня на молитве, то вы бы почувствовали облегчение уже по поводу этого вопроса уже прямо сейчас. Потому что и когда бы вы приехали назад домой, вы увидели, что и он тоже ведётся, а не совсем так, как раньше. Понимаете? То есть первая стадия — это действует моя судьба, и я понимаю свой объём работы. Ну, допустим, приведу пример. Я захожу на кухню, а кухне бардак. И кто навёл бардак? Муж. Пусть сам и убирает. И всё, и это страдание, потому что муж никогда на кухне убирать не будет. То есть проблем вроде моя, но убирать должен муж. И всё, и это никогда не закончится, потому что он убирать не будет, он ушёл на работу. Всё. Ну, то есть теперь второй вариант. Это моя кухня. Мой бардак. Ну, то есть я принимаю судьбу, это объём работы. Теперь это не проблема, не справедливость, что там грязно, а просто объём работы. Просто надо приложить усилия, чтобы было чисто. Всё. Это переход на первая стадия пройдена. Вторая стадия — приближение к победе над судьбой. Когда человек понимает, не моя судьба виновата, а я виноват. То есть это означает, что во мне есть какие-то детали, какие-то поступки, какое-то поведение, которое разжигает судьбу. То есть это уже ещё более тонкое восприятие ситуации. И что это за поведение, которое разжигает судьбу? Когда, ну, как, допустим, если брать этого человека конкретно, то, ну, то есть в прошлой жизни он испытал очень сильную бедность определенный период жизни. Эта бедность его заставила сильно экономить. И вот, ну, жизнь идёт волнами. И сейчас волна с прошлой жизни, вот в том состоянии, в котором он находился, она захлестнула его сейчас, эта волна. И он опять как будто бы, он сейчас не испытывает никакой бедности, но, понимаете, всегда люди воспринимают судьбу из прошлого как настоящее. То есть даже иногда как будущее. То есть это уже было с ним. Но он это воспринимает, как будто бы это будет или сейчас происходит, понимаете? Потому что он, он произошёл сильное воздействие судьбы на него в прошлом. И эта память, она вспыхнула у него сейчас в сердце. Вот, я говорю сейчас про него, да? И второй период ваш, победа над вашей судьбой, в чём выражается? Он выражается в том, что вы начинаете видеть, как вы давите на него своим мнением по поводу его поведения. И он напрягается ещё больше, потому что он от этого поведения не может отойти. Это можно сравнить с тем, что, допустим, человек бежит и хромает, потому что у него болит нога. И я смотрю, он бежит медленнее, говорит, «Слушай, ну ты что вообще, ты бегать что ли не умеешь? Давай беги быстрее!» И он начинает нервничать, ему очень тяжело, плохо становится. И у него нога болит ещё больше, потому что он падает в психическое отчаяние. Он начинает страдать ещё больше и бежать хуже, вопреки… То есть ты вроде просил лучше, а получается он от твоей просьбы бежит ещё хуже, потому что для него это дополнительный напряг. Кого и так судьба напрягла, ещё вы напрягли тем, что вам это не нравится. На второй стадии приближения к победе над судьбой вы осознаёте этот вопрос, что вопреки вашему пониманию вещей вы не помогаете убрать плохую судьбу, а наоборот только мешаете, потому что вы выводите его ещё больше из равновесия, потому что он и так вышел из равновесия, на него действует злая судьба. Итак, вы понимаете, что это ваша судьба. На второй стадии вы понимаете, что это не просто объём работы, а что это ваша судьба. И когда вы это начинаете понимать, вы понимаете детали, как вы портите сами свою судьбу, не принимая её, бунтуя против неё. И на третьей стадии победы над судьбой человек просто… ну то есть приближение к победе, ещё не победа, это просто приближение. Человек просто такой как бы решает «Я хочу принять судьбу». Вот он принял решение. Всё, я не хочу добить, влиять, что-то делать. Я хочу попробовать этот эксперимент. Я хочу просто принять судьбу. Ну то есть, и что он делает? Он просто принимает судьбу. Вы просто принимаете судьбу. В результате ваш муж немедленно успокаивается. Ему становится легче, он начинает меньше этим заниматься. Вот. Теперь есть три стадии побед над судьбой уже. То есть, вы продолжаете в статическом положении тела молитву. И первая стадия побед над судьбой — это спокойствие в сердце. Спокойствие в сердце означает, что вы не беспокоитесь о том, что он жадничает. Больше того, вы даже начинаете шутить над этим. Вы как бы с ним шутите. То есть, вы не напрягаете его, а наоборот разгружаете. Как бы он жадничает, а вы подсмеиваетесь над ним. Причём без злобы. И на этой второй стадии что происходит? Через вашу доброту к нему, потому что вы приняли его судьбу, через вашу доброту, внутри вашей доброты, его сердце заходит в знание о том, что он что-то делает не так. То есть, вы начинаете его обучать через свою доброту, потому что с помощью злобы обучать человека невозможно. Он просто чувствует, что его не понимают, и всё. На второй стадии победы над судьбой, эта вторая стадия называется влияние. То есть, первая стадия называется спокойствие, доброта и принятие. Да? Поняли, да? Спокойствие, доброта. То есть, сначала возникает спокойствие, потом принятие человека, а потом по отношению к нему идёт доброта. Сначала я успокаиваюсь по поводу человека, потом принимаю его. Принять означает вообще, как бы, мне нет этой проблемы теперь. Вот поднимите руку, у кого реально там муж пьёт там, или ещё что-то происходит, какая-то ерунда какая-то происходит в его жизни. А вы вообще успокоились, как будто у вас нет этой проблемы. Поднимите руку. Первая стадия победы над судьбой. Первая стадия, 30% победы над судьбой. 30% этой судьбы вы уже преодолели, 33%. Вот. Вторая стадия победы над судьбой называется влияние. Первая стадия спокойствие сначала, потом принятие, потом доброта. Вторая стадия в целом называется влияние. И на второй стадии что происходит? Вы в начале второй стадии осознаёте, что вы можете по поводу этой проблемы по-доброму, легко разговаривать с этим человеком. Вы ещё не разговариваете с ним, вы просто чувствуете, что вы можете разговаривать. На этой стадии можно ему смски писать, то есть уже общение начинается в интернет-пространстве. На второй стадии побед над судьбой человек обретает такую штуку. Вот, допустим, муж бросил. Я не то, что разговаривать с ним, вот такое предательство, у нас дети остались одни, такое предательство. Я не то, что разговаривать с ним, я даже думать о нём не могу. Так больно он сделал. На второй стадии победы над судьбой думать о нём несложно, и ты чувствуешь, что ты можешь с ним начать дружить уже, вести себя с ним спокойно, по-доброму общаться. Это вторая стадия побед над судьбой. Можешь это делать. Начинаешь писать смски, смотришь реакцию, как его тоже раскачиваешь, он тоже не мог общаться до этого, тоже растормаживается. То есть между вами есть ниточка. Эта ниточка с вашей стороны начинает очищаться. Сначала ваше сердце очистилось, потом ниточка между вами. Первая часть ниточки — это ваша. То есть вы можете с ним общаться, он ещё не может. И вы начинаете им писать, влиять на него что-то делать, и постепенно ниточка всё дальше, 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 дальше. И когда вторая стадия заканчивается, полностью очищается между вами эта ниточка, то вы уже легко разговариваете с ним, вы дружите с ним, как бы хорошо относитесь к нему, всё, как будто ничего плохого не произошло. Мало того, что вы понимаете, что это у вас судьба подействовала, вы ещё к человеку никаких претензий не имеете. И он как бы чувствует благодарность за это уже как-то, ну, общается с вами. На второй стадии победы над судьбой, в середине второй стадии приходит знание о том, что делать. У человека появляется чёткий план, как поменять ситуацию. В середине второй стадии — это 50% победы над судьбой. 50% победы над судьбой — это значит, что вы перешли гору, и теперь вы идёте не вверх, а вниз. То есть вам побеждать судьбу становится всё легче и легче. Ну, то есть если человек пьёт близкий, вы точно знаете, что дальше делать, чтобы он не пил. У вас вообще даже нет никаких сомнений. Вы чётко понимаете план своих действий, у вас есть с ним контакт. Когда вы ему говорите, что, ну, по-доброму говорите, «Мой дорогой, ты мой пьянчужечка, я тебя так люблю, вот, ну, мы с тобой уже бросаем однозначно пить, я это точно знаю». Вот, и он говорит, да, ну, конечно, бросаем, я сам хочу бросить. Ну, то есть идёт контакт. И вы до стукив, до его сердца достукиваетесь, то есть вы по-доброму к нему относитесь, вы его любите, всё, и как бы, и воспитываете его любовью. Вы не говорите ему, ты у других мужья, как лебёдушки, а у меня ведоносец. Вот, как этот «Любовь и голубы» фильм. Тоже там пили. Это из отец, из сын там. И как вели себя мать и дочка, как они вели себя? Они орали постоянно на них, и в результате пили ещё больше. Так фильм из этого весь построен. Фактически в начале фильма сын даже не пил, он спиваться в течение фильма начал. В результате того, что на него орала постоянно его, как бы, дочка. И мама так же себя вела тоже. Ну, то есть они там молодцы там. У них там была цепь ученической преемственности, как спаивать мужиков. Вот. Так вот, мои хорошие, есть ещё третья стадия. Третья стадия означает, что мужчина сам понимает, что это плохо. Так делать. И начинает меняться. И в конце третья стадия заканчивается плохая судьба, и всё заканчивается. Это может произойти раньше, чем заканчивается плохой период. Плохой период ещё идёт, а плохая судьба уже через него не действует. Можете раньше отстреляться. Можете раньше отстрелиться. Можете раньше отстрелиться. Можете раньше отстрелиться. Можете раньше отстрелиться.